Мама, мама Почему мне в школе обзывают холодильником Она говорит, не обращай на них внимания, Арестон Улыбайтесь, нас снимают Не помущилось так, что из грязи в князь Я все время был на виду, все время чем-то занимался Все время танцевал, все время пел Истерии, ивономании, как это называли В 96-98 годах Моя жизнь превратилась в сплошные колеса Самолеты, поезда, ежедневные концерты Ежедневные интервью, фотографии, автографы Развитие меня как творческой личности Уровень моей популярности От местечкового в училище городского в Сочи Далее уже Москва и страна Изнутри я в абсолютно гармонии нахожусь И мне очень уютно в том состоянии, в котором я сейчас живу Жизнь прекрасна, живите вот с секундой Вот этой секундой Андрей Григорьев Аполлонов Яркий российский певец Солист группы Иванушки Интернешнл Более известен широкой публике под псевдонимом Рыжий 15 лет с момента образования группы Сводит с ума поклонниц со всей страны Это же не просто артисты Это самые любимые звезды многих поколений Встречайте Иванушки Интернешнл А постепенно все происходило в моем становлении Как популярного музыканта, артиста, как угодно Когда выходил на сцену или на стадион И когда 30 тысяч или 50 тысяч человек кричат Андрюша или мы тебя любим Ну разумеется, немножко потряхиваю От этого никуда не деться Но в чем прелесть коллектива Когда все равны, то каждый может другого отдернуть И напомнить, что не такая уж ты звезда Я, может быть, и покруче звезда, чем ты Когда три равны человека И когда у одного течет крыша В какой-то момент, да Двое других могут его быстренько поставить на место Поэтому мы так долго вместе Потому что мы не даем друг другу Совсем уж, да, вот выйти из состояния реальности Гуколки! Кула наша, куча Валина Ушла Заня и Полина Просто воды детские Отжим, а эти слезы светят в дождь Приезжа на дотрое нас встречала на вокзалах Ну там, тысяча дел Чтобы дойти на машину Надо же либо с той стороны поезда было выскакивать Открывать двери, бежать по рельсам с той стороны прям реально сдавать норму ГТО, и потом еще, это еще был прям аттракцион, попробуй забеги до машины, чтобы тебя не порвали. Либо уже выходить нормально в эту сторону, на тебя впрыгало 20 девочек, ты вот в таком состоянии тащился до автомобиля. Потому что милиция отзывалась сразу, когда поезд приезжал, милиция, милиция отойдите с такого-то пирота, потому что приезжали бабушки. Мы приезжали в гостиницу, в гостиницу еще там 300 девушек. Надо было пройти через этот, соответственно, строй девиз. Приходишь в номер, заходишь, раздеваешься, открываешь шкаф, там девочка стоит в шкафу, говорит, Андрюша, дай автограф, да, я с бывшей гражданской женой, приехали там в город Самара, да, у нас закончился концерт, мы пришли в номер, я принял душу, лег спать, стук дверь. Значит, Маша открывает, моя, стоит девочка, говорит, а Андрюша где? Она говорит, Андрюша спит, а можно я с ним полежу? Ну, полежи, понимаете, но это, понимаете, это доходило до абсурда. Ну, это я не знаю. Невероятный террорист вообще, женщина стонута, новая правда об Андре. Ты ее, что ли, кошмар, Андрей? Ты же не Галкин, ну, бог тебя хранит. Нет, до 25, Ксюша, ну, что, да. Ну, по-другому не представляю, то есть, вот, как мы стали, вот, тучи вышли, клип, и вот в один день, пам, действительно, проснулись заменителями. Дай на небе тучи, а тучи, 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 как люди. Еще у меня ничего не смотрят. Покажусь в квартиру, стоят 50 девочек. Андрей, Андрей. И вот так вот с 8 до 1 этажа по иерархии. На моем этаже, на моей клетке живут самые крутые, самые сильные. Значит, по этажам ниже там еще. Ну, вот так, как я жил на протяжении, там, 5-6 лет. То есть, когда я познакомился со своей настоящей женой Машей в 2003 году, девочки еще стояли. Я просто воспринял не как вот и слава пришла, а я понял, как режиссер, как музыкант, я понял, что цель достигнута моя. То, чем мы занимались в протяжении двух лет, ежедневно били головой об стену, репетировали, записывали, бесплатные концерты, школы, чтобы только запомнили, что есть Иванушки. Потом раз, и вот такое вот чудо, чудо произошло. Когда я вхожу из гостиницы в городе Лениногорске, и ко мне бабушка подбегает, и твой автограф для внучки ставьте. Я такой, а я прям, ну, утром, вот прям, вот утром, самолетом в 6 утра или в 7. Я такой, с чего начинается утро у Иванушек? Она такая, с автографов. Я такой, правильно, а чем заканчивается вечер у Иванушек? Я вчера вечером выхожу с Матвенко и с Игорем из Бильярда в 2 часа ночи, и охранник говорит, Андрей, можешь с вами фотографировать с Игорем? Чем заканчивается вечер у Иванушек? Фотографии. И так, 15 лет. Веселый и оптимистичный нрав у Андрея не случайно. Он родился в солнечном городе Сочи. С детства был душой компании, щупняком и балагуром. Об актерской карьере не мечтал, но и продолжать делать династии врачей не захотел. У меня родители врачи, отец врач, он, конечно, хотел, чтобы я стал доктором династии. Брат, сестра, там, еще сестра. Мне вот отец сказал, пап, я вот не хочу, я хочу что-то другое придумать, я вообще артист по жизни. И вот, за что я ему благодарен, что он не настоял, не стукнул кулаком, да, по столу и сказал, я сказал, как будет. Отец меня вот благословил, и я посмотрел, куда бы поступить в Сочи, чтобы особо ничего не делать, и можно было заниматься еще какими-нибудь творческими делами. И оказалось, что это педагогическое училище, в 17 лет больше не было, институт культуры у нас в Сочи не было, ничего не было. И я поступил в педагогическое училище, прекрасно там провел 4 года. У нас было 9 мальчиков на 2500 девочек с большим количеством женского пола вокруг себя, научился общаться значительно раньше, чем пришла пара эпоха Иванушек. Все тусовки, все конкурсы в педагогическом училище занимался непосредственно я. И вот закончил его, потом у меня была практика в первой школе, школа номер один города Сочи, английская, самая такая крутая, проработал несколько месяцев. И понял, что я не могу просыпаться в 7 утра, и проверять тетрадки, и ковыряться в этих буквах, и потом еще, и потом приходить в школу, говорить, здрасте, дети, дискотеки там ночной. И пришел, сказал, все, спасибо, до свидания, я уезжаю в институт поступать, и принесел в институт. В теории я был достаточно темный, то есть все, что касалось сцены, танцев, общения, это да. А там, кто такой Смирнов-Сокольский, когда мне вот на собеседовании задан вопрос, педагог мой будущий, Андрей Николаев, народный артист СССР, выдающийся клоун современности. Я сказал, Смирнов-Сокольский, это парадист. Он говорит, нет, Андрей, это не парадист, он филитонист выдающийся наш. Я говорю, нет, я все равно все знаю, я все знаю, говорил я. Он говорит, ну хорошо, ну а как ансамбль назывался, Утесова первый ансамбль? Я такой, веселый, ребята. Он говорит, нет, Андрюша, Тео Джаз назывался. Я такой, хорошо, ладно, я отцомный, но я очень хочу учиться в институции у вас. Это было собеседование. Я, кстати, об этом не рассказывал вообще никогда. И потом наступил момент экзамена, да, я захожу. И когда у меня уже все ответил-ответил, и сидит декан, и говорит, ну какие еще пара вопросов будут к Григорию Аполлонову. И сидит вот Андрей Николаев, клоун Андрюша, на меня так с прищуром так смотрит. Он такой, а скажите, молодой человек, а как назывался первая оркестр Утесова? Я такой, это Джаз. Он такой, а кто такой Смирно-Сокольский? Я такой, ну это выдающийся наш филитонист. У меня больше нет вопросов. Я понимаю, что я так приглянулся к педагогу, будущему своему. Задав эти вопросы, он мне сказал, передал мысль, что я тебя беру. И вот так я поступил в ГИТС. Я учился на заочину, я параллельно вот как раз выступал в мюзикле «Метро» в Варшаве, в Польше и в Нью-Йорке, на Бродвее. Я разрывался на огромное количество частей, но все успевало. И прям, и диплом мне вручили на одном из первых сольных концертов «Иванушка». Вышел декан, и вот концерт закончился, она мне прям под аплодисменты двухтысячной толпы, вручила мне диплом по окончании института. Написывается надписью «Артист эстрада». Я такой, работаем по специальности. Это был 1988 год. Группа «Любе» приехала в Сочи снимать клип на песне «Не валяй, дурака, Америка». И им нужна была массовка элементарная в кадр. А театральной труппой на тот момент был театр-мод города Сочи, где работали 10 самых красивых девушек города и 10 самых нормальных пацанов. И, разумеется, они пришли к нам, попросили участия, проверять честь им массовки. Мы приняли, мне даже в кадре появлялись пару раз в этом клипе. Во время съемок клипа я познакомился с Николаем Расторгуевым, и вот так вот начали контактировать уже, и в лучшем смысле слова приятельски общаться, несмотря на то, что мы только что познакомились. И после съемок клипа ко мне подошел Игорь Матвиенко, я даже не знал, кто он такой на самом деле, и спросил, пою ли я. Я ему сказал, честно, нет. Он говорит, ну, надо попробоваться по-любому. Мы поехали в гостиницу к нему, в отель. Друзья зашли к нему в номер, он возил с собой студию прям практически, то есть клавиши, колонки, записочки каких-то моментов. Я ему что-то спел, и он мне он сказал фразу, да, ну, это, конечно, не Стинг, но и не Рома Жуков. Я даже не понял, радоваться мне или нет этому факту. И после этого мы подружились моментально. То есть я его пригласил сразу танцеваться на дискотеку, потому что я же был сочинская звезда.